Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме, и как мы уже анонсировали, речь сейчас пойдет о законе, о статусе Риги как столицы. Вот мы действительно с удивлением узнали, что такого закона нет, почему его не было, и почему, зачем он нужен, и что он даст. Об этом мы хотели попросить пояснить и рассказать нам вице-мэра Риги Эдвардса Смелтенса. Здравствуйте, господин Смелтенс, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Да, доброе утро. На самом деле, расскажите, пожалуйста, что за ситуация сложилась, вот этот закон, который рассматривается в Сейме, Пашпал Девис-Клейкумс, закон о самоуправлениях. Какая роль там на данный момент отводятся Риги, какие поправки поданы со стороны Рижской Думы, и для чего они необходимы? Ну да, сейчас в парламенте идет новый закон. Это не поправки закона, это новый закон, закон о самоуправлениях. И я был удивлен, что Рига не было там даже упомянуто, потому что были дискуссии исторические, когда я был 8 лет работал в парламенте, были дискуссии о законе, специальном законе о Риге. И сейчас двигается закон о самоуправлении, в котором нет вообще Риги внутри. Я сделал рабочую группу Рижской Думы. Мы работали в чтении некоторых месяцев. Мы разработали более чем 20 предложений. И через Рижскую Думу, и через наше новое объединение Рижской самоуправлении и всех, которые вокруг Риги, Рижской Метрополь, мы подали эти предложения парламенту. Сейчас уже идет процесс защиты этих предложений. Вчера было заседание, и в следующей неделе конкретно будет рассматриваться, не успели просто вчера парламент рассмотреть, будет рассматриваться наше предложение по поводу Риги. Почему это надо? Первое, Рига отличается как самоуправление от других самоуправлений. У нас больше чем 600 тысяч жителей, почти 700 тысяч. У всех остальных есть некоторые больше чем 100 тысяч, но все остальные 20-30 тысяч, 40 максимум и так далее. То есть, отличается вообще, как работает наше самоуправление. Наши задачи отличаются как столицы, в Латвии. И если мы смотрим жителей, у нас 33% в Риге живут от всех жителей Латвии. Работая здесь, 48, то есть почти половина работает в Риге. ИКП, это как перевести, на фактические цены мы произведем 56%. И все инвестиции сконцентрированы 76% за зарубежные инвестиции, за концентрированные в Риге. То есть, мы видим, что даже наши работники Риги, у нас тысячами они, у нас бы была система, цивил ДНС, которая работает правительством, была бы более функциональная, чем та система, как мы сейчас работаем. Просто по поводу Дарбл-Рига. И такие различия нам очень важны, чтобы мы могли развивать Ригу. Поэтому я подал тоже с коллегами предложение по поводу статуса Риги и его укрепления в законе. Если нет такого закона пока о Риге, как столице, тогда хоть бы был такой пункт. И зачем необходимо этот статус закрепить? Во-первых, нет. Как получилось, что до сих пор нет закона о Риге? И что он даст, вот это вот закрепление этих функций? Ну, наверное, пока нет закона о Риге, наверное, потому что в парламенте это тот же самый вопрос, почему сделали реформу регионов, а нету второй уровень регионов. То есть, то, что есть на Литве и в Эстонии. Региональные структуры, которые работают с региональными проблемами, проектами. Нету такая... Ну, есть вроде исторические, но это не функционирует. Потому что дискуссии, наверное, были очень долгие, разговаривали, спорили и не достигли какого-то компромисса. Но я думаю, мы в Риге начали от того, что мы первые сделали Рижский мотрополис. Это обменение Рижских, Риги и всех самоуправлений, которые вокруг Риги. Это уже дает нам преимущество планировать, скорминировать наши все поступки и цели и так далее. Это мы тоже хотим укрепить в этом законе. Закон о самоуправлении. Это новый закон. И второе, тоже укрепить статус столицы. И если этот пункт будет, тогда мы можем его развивать, расчерять и так далее. И это нам дает побольше возможностей. И тоже по поводу Рижского мотрополя мы видим, что это обменение, она должна сидеть тоже за столом, где принимаются решения по поводу Европейских фондов, за столом, где принимаются решения по другим вопросам, которые касаются Рижского региона и Рижских интересов. То есть это повысит статус и возможности принятия участия в решениях руководства Рижской думы. Так точно. И этот процесс будет более эффективен, чтобы зачищать интересы тех людей, которые живут в Риге или за рубежом. Я правильно понимаю, что, опять же, закрепление этого статуса не только Риги, но вот этой Рижской метрополии, Рига с метрополой, то, что недавно образовалось, оно увеличивает шансы региона на получение европейского финансирования. То, что сейчас зачастую проходит мимо города, а вы перечислили, это каждый третий житель Латвии, почти половина работающих, половина ВВП страны, а деньги как бы мимо проходят зачастую. Ну, Рига тоже очень много дает по поводу развития регионов, потому что в следующем бюджете эти будут 95 миллионов евро, которые Рига платит фонда Ризлидинаш. Воряю внимание, да-да-да. Воряю внимание. И, конечно, мы заинтересованы, чтобы конкретно решались проблемой, с которым сталкивается Рига и тоже те жители, которые живут вокруг Риги. Например, шоссе А1 – это не интерес Риги. В самом проявлении это не интерес. И те фуры, которые едут по шоссе А1, А2, да. А даже у них уже большая проблема. Шоссе А1 – это уже как улица. Там просто 50 километров в час едет, пробки и так далее. То есть надо какое-то решение, пока еще сделают эти объездные большие круги, которые будут, не знаю, в котором году, да. Надо решение. Есть решение А2, Рцельш, которое на Янцемгатве выводится через Церникал. Там нужно фирансирование. А2 же не может это сделать. У Риги есть другие приоритеты. Первый, как социальная сфера, бандарз и так далее, да. И наша инфраструктура транспорта. Но проблема объединенная, потому что, если мы не решаем этот вопрос, жители Янцема, у них просто фуры идут, тысячи фуры каждый день летают. У нас проблема с улицей Бриви, потому что весь поток транспорта идет через Туда. Мы делаем Слау Парвац сейчас в Риге, и это означает улучшен поток транспорта там. И мы могли бы сделать проект, например, А2, Рцельш, но там это оригинальный проект. А2 же не может сделать. В Риге просто приоритеты и другие. Есть вопрос, который более сапый. Которых надо решать. То есть надо сделать, и мы сейчас делаем региональный формат, как решать региональные проблемы. Это то, что не работает вообще Латвии. И даже в Рижском регионе это не работает. Сейчас сотрудничество между самоуправлением, соединяем всякие там улицы, велодорожки и так далее. Это все не работало в предыдущее время Риги. И сейчас мы над этим работаем. И укрепляем себя, наши интересы в законе, чтобы реально тоже европейские фонды пошли на те проблемы, которые касаются, или эти проблемы важны тысячами людьми, которые сталкиваются каждый день тоже в Рижском регионе. Спасибо. Да, борьба за свои интересы, это действительно очень важно. Желаем успехов. В конце концов, у нас всех рижан тоже. Касается, мы вынуждены отпустить господина Эдвардса Смилтонса чуть раньше. Сегодня важный день в Рижской Думе. Приезжает президент страны. Так что... Удачи вам, да. Хорошего дня в выдержке. Спасибо большое за то, что были с нами. Спасибо. Напомню, что вице-мэр Риги Эдвардс Смилтонс отвечал на вопросы наши, связанные с статусом Риги как столицы. Закон, который совсем скоро сейчас будет обсуждаться и приниматься. И какие решения, какие последствия для всех рижан он будет иметь? Ну, главные последствия такие, что можно будет действительно отстаивать свои интересы на государственном уровне, потому что ситуация реально нелепа. Ну, честное слово, с 90-го года до сих пор нет законно укрепляющего статуса положения Риги. И Рига, как это, знаешь, нелюбимое дитя в стране. Вроде как сюда все едут на заработки, деньги увозят в самоуправление. Рига платит в этот общий котел то, что господин Смилтонс упомянул, фонд выравнивания самоуправления. То есть мы, рижане, из своего кармана, считай, доплачиваем какие-то там ани-неки-каки-неки. Почему? На каком основании? Деньги вечно уходят куда-то в регионы. Там надо Латгалью поддерживать. Надо поддерживать Латгалью, никто не спорит. Но на какие-то крупные проекты в столице, которые кормят всю страну, не хватает ни времени, ни средств. Поэтому вот то, о чем говорил вице-мэр Смилтонс, это действительно важные вещи для функционирования города как такого живого организма, требующего постоянной финансовой подпитки. На самом деле, обрати внимание, ведь я понял, что речь еще идет не только для интереса Риги, здесь затрагиваются, но и для интереса других самоуправлений, потому что до сих пор не было этого законодательного механизма, который бы позволял сотрудничать с самоуправлением для решения каких-то глобальных задач, в том числе строительства объездных дорог, шоссе, которые затрагивают, проходят через несколько самоуправлений, и получалось так, что каждый должен был заниматься этим отдельно, а проект касается вместе. И я понимаю, что этот закон может действительно создать эту законодательную базу, на основе которой самоуправления смогут решать проблемы, касающиеся их вместе. Да, именно так. То самое объединение, вот эта Рижская метрополия, она просто начинает представлять собой серьезную такую силу, которая, садясь за стол у переговоров, говорит, ребята, значит так, мы объединяем там вот такое-то количество людей, машин, там не знаю чего еще, мы производим вот только-то всего, нам нужны деньги. И все, и с этой силой уже невозможно не считаться, когда речь идет о дележе каких-то европейских фондов. Ну вот примерно так. А что... Впереди у нас вот новости, после чего мы вернемся и поговорим тоже на очень важные темы. Дело в том, что в Латвии вот такая страшная действительно статистика, что 12%, это больше, чем даже каждый десятый молодой человек в возрасте от 15 до 29 лет, не работает и не учится. То есть чем они занимаются, что с ним происходит. То, что это называлось раньше. Ну, не я, ци. Как так получилось, что с этим можно делать? Зам. директора департамента статистики Центрального стат. управления Латвии Сигита Шулца будет с нами на связи. Ну, попробуем разобраться. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!